Привет, друзья! Сегодня поделюсь самым быстрым рецептом блинчиков. А еще приготовлю вкусный яблочный джем за 8 минут. Вначале тесто для блинчиков. В миску отправляю одно яйцо, щепотку соли и чайную ложку сахара. Взбиваю венчиком. Сахара можно и больше добавить, тут по вкусу. У меня сегодня блинчики будут со сладким джемом, поэтому такого количества сахара в тесте будет достаточно. Вливаю пол-литра молока и постепенно добавляю просеянную муку, 200 граммов. Для таких блинчиков, кстати, муку можно взять любую, не только пшеничную. И с цельнозерновой мукой, и с гречневой, например, тоже вкусно получается. Можно приготовить несладкие блинчики. Добавить сюда специи, сыр, например, или луковое пюре. Но я обычно все же подаю такие блинчики на десерт. В конце добавляю в тесто столовую ложку масла и немного ванилина. Перемешиваю. И даю тесту постоять хотя бы 15 минут. А в это время приготовлю вкусный яблочный джем. Как раз успею. Яблоки беру кислые. Так вкуснее получается. Разрезаю на четыре части, вырезаю серединку и натираю на терке. Я использую крупную терку, но можно и на мелкой натереть, тогда джем получится более однородный. Кожица остается в руках, она не пригодится. Можно, конечно, яблочко не разрезать предварительно, а почистить от кожицы и теперь натереть. Но мне кажется, что первый способ поэкономнее. Перекладываю натертые яблочки, здесь у меня три штуки среднего размера, в стеклянную или керамическую емкость. Добавляю чайную ложку лимонного сока и две-две с половиной столовых ложки сахара. Перемешиваю это все. Можно сахара и меньше добавить, но на наш вкус именно такое количество в самый раз. Тем более, что тесто для блинчиков у меня совсем не сладкое. Ставлю чашку с яблоками в микроволновку. И на максимальной мощности готовлю 7-8 минут. Хотя бы два раза за это время яблочки перемешиваю. Все, готово. Вот какой получился джем. Осталось слегка остудить. Пока буду выпекать блинчики, он как раз остынет. Сковорода мне сегодня не понадобится. Смазываю растопленным сливочным маслом обычную керамическую тарелку. И наливаю на тарелку две столовых ложки теста для блинчиков. Ставлю тарелочку в микроволновку на одну минуту. Готовлю на максимальной мощности. У меня микроволновка BQ. Максимальная мощность у нее 700 Вт. Пока блинчик выпекается, смазываю маслом вторую тарелку. И наливаю две столовых ложки теста. Первый блинчик готов. Достаю. Второй сразу ставлю. Пока первый блинчик остывает, а второй печется, готовлю третью тарелочку. Второй достаю. Третий ставлю. Подготавливаю четвертый. Всего использую 4 тарелочки. Так я все успеваю. И подготовить блинчики к выпечке. И снять с тарелок уже слегка остывшие. Снимаются блинчики без проблем. Нужно лишь подцепить с одной стороны. И все. Тут главное хорошо смазывать тарелочку маслом. И ни в коем случае не использовать остатки масла. Иначе блинчик прилипнет к тарелке. Можно, кстати, заменить сливочное масло на любое растительное без запаха. Вот такая стопочка блинчиков получается из этого количества ингредиентов. Примерно 20 штук. Но не обязательно выпекать все блинчики сразу. Можно перелить тесто в бутылку и поставить в холодильник. А потом смазать тарелочку, налить тесто и приготовить столько, сколько нужно. Такое тесто можно хранить в холодильнике не более 48 часов. Ну все. Если семья еще не за столом, можно звать. Выкладываю на блинчик начинку. И сворачиваю трубочкой. Вот так. Или по-другому. Смазываю блинчик джемом. И складываю. Вкусно. А еще можно приготовить такие блинчики с цукатами. Или с кусочками свежих фруктов, например. Точно так же смазываю тарелочку. Наливаю 2 ложки теста. И выкладываю цукаты. Ну или фрукты. Точно так же в микроволновку на 1 минуту. Ссылочку на свою микроволновку и на другую продукцию компании BQ я оставлю под видео в описании. Там же промокод на скидку 10% при покупке любой микроволновой печи BQ. Вот что получается. Необычно, красиво и вкусно, конечно. 4-5 минут и завтрак готов. Такие блинчики можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу вместо надоевших бутербродов. Из теста, которое я показала сегодня, можно выпекать блинчики. И на обычной сковороде, конечно. Но, если уж сковорода, тогда лучше приготовить мои любимые бархатные. Если вы готовите со мной, то наверняка уже пробовали этот рецепт. Если не пробовали, очень рекомендую. Чтоб вы долго не искали, коротко повторю этот рецепт здесь. В миску отправляю 3 яйца. И взбиваю венчиком до пены. Затем добавляю пол чайной ложки соли, полторы столовых ложки сахара и стакан молока. Перемешиваю. Постепенно добавляю полтора стакана просеянной муки. У меня стакан 250 мл. Перемешиваю все очень тщательно, чтобы не было комочков. Затем добавляю еще стакан молока и 3 столовых ложки растительного масла. В самом конце вливаю стакан кипятка, интенсивно перемешивая при этом тесто венчиком. Кипяток немного заваривает муку и блинчики получаются тоненькими, очень нежными и при этом не рвутся. Тесто кажется жидковатым, но не добавляйте муку. Пропорции здесь идеальные. Блинчики по этому рецепту получаются всегда. Выпекать можно сразу. Сковороду смазываю маслом только первый раз. Наливаю немного теста и распределяю по сковороде. Выпекаю блинчик с одной стороны. Переворачиваю. А с другой стороны достаточно секунд 10-15. И можно снимать. Точно так же выпекаю и остальные блинчики. Все, мои бархатные блинчики готовы. Попробуйте приготовить. Буду ждать ваши отзывы об этих рецептах. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. Делитесь им с друзьями. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok